МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хороший врач всегда исследователь. Если не в лаборатории, то у постели больного. Полтора века назад, говорил один из организаторов государственной и земской медицины Вячеслав Моносеин, известный как рыцарь врачебной этики. Здравствуйте! В эфире программа про здоровье. Смотрите сегодня в выпуске. Болеют и взрослые, и дети. Как пациентам ковидных отделений возвращают жизнь и легкое дыхание? Приняли 400 детей и 900 взрослых пациентов, где побывали специалисты мобильного передвижного центра. И книжку почитать, и по душам поговорить. Кто такие педагоги-организаторы детских больниц? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напряженная работа идет в красных зонах региона. Среди больных больше молодых, тяжелых. Лечение идет дольше. Слова благодарности медикам говорят и пациенты, и депутаты регионального ЗАГС Собрания и Горсовета Новосибирска. Владимир Юрьевич в ковидном отделении третий день. Рассказывает, неделю пытался лечиться дома, становилось только хуже. Пациент он непростой. Врачи в поселке Сапаска относятся к людям с пересаженными органами. У Владимира Ненилина была трансплантация печени. Обратились в красную зону областной больницы к людям, которые не понаслышке знают, как лечить людей с пересаженными органами. Ну и, как оказалось по счастливой случайности, доктор Брежнева Кристина Александровна, которая два года меня уже ведет здесь, работает в красной зоне. Поэтому я попал в надежные руки. Это человек молодой, красивый, умный доктор, который в любое время дня и ночи помогает мне жить дальше. Листы назначения у нас заполняются в программе. Сюда ничего не заносит в красную зону. У нас сёстры работают все чётко по компьютеру, по выполнениям, по нашим назначениям. А во сколько на работу приходите? На работу прихожу по-разному. Бывает, что я на работе уже в 6.30 утра, когда, к сожалению, есть у меня кому и ребёнку отвезти в садик. Кристина Брежнева вспоминает, в студенчестве сомневалась, какую специализацию выбрать. Стала гастроэнтерологом. Но мечту быть инфекционистом удалось воплотить в жизнь в последние полтора года. Отмечает, вирус коварный. Пациенты лета 21 года требуют других подходов. Они очень долго выделяют вирус. И тяжелее поддаются лечению. Очень помолодел коронавирус. Вот в эту волну очень много молодых пациентов, тяжёлых лежит на самом деле. Возраст разный. И от самый молодой пациент у нас был 20 лет. Самый молодой, тяжёлый бы мальчик. И до 80 лет пациента. В красной зоне областной больницы 256 коек. На этом этаже 80. Кого-то из пациентов переводят из других отделений. Большинство поступает в дежурную среду. День, когда в клинику кареты скорой помощи привозят больных практически со всего Новосибирска. Поступила в запущенном состоянии. Думала, справлюсь дома. Ну, такая коварная болячка. Вроде бы наступает облегчение. Потом раз резко. Лихорадка. Ещё хуже. Поняла, что не справлюсь. И поняла, что проблемы начались с дыханием. Вот эти качели 37, 38, 39. 37, 38, 39. Они просто за 10 суток все силы забрали. К сожалению, привиться не успела. Была записана шестое. Хочу всем сказать, давайте прививаться. С этой болячкой надо заканчивать. С этой бедой. И это единственный способ. Поддержать медиков, которые трудятся на передовой, решили депутаты регионального ЗАГС Собрания и Горсовета Новосибирска. Сначала хотели передать подарки без торжественных речей. Но как без добрых слов в адрес тех, от чьей работы зависят жизнь и здоровье жителей региона? Мы всегда находимся в тонусе. Мы всегда чувствуем вашу ситуацию. Мы её отслеживаем. И мы не можем быть в стороне. Большое вам спасибо. Ещё раз подчёркиваю, что вы делаете, вы даже не представляете, что вы делаете для людей, которые живут на территории Новосибирской области. Подарки получили 150 врачей и медсестёр. Причём не только те, кто трудится в красной зоне, но и их коллеги из других отделений. Работы в эти горячие дни с лихвой хватает всем. Сегодня только четыре медицинских организации, и это не секрет, не осуществляют в полном объёме работу по ковидным пациентам. Это мы, первая городская клиническая, вторая городская клиническая больница и третья четвёртая больница. Все остальные – это ковидные госпитали. Но представляете, какой объём работы падает на эти четыре медицинских организации по осуществлению всех других видов деятельности. Вернуться к прежнему режиму работы мечтают и медики, и пациенты. Пока же график напряжённый. 10 минут передышки и обратно к пациентам. В зоне риска и дети мой коллега Александр Шпак побывал в детском ковидном госпитале и пообщался с медиками, которые там работают. За последние месяцы ковид осверепел. Если раньше, в первую волну ковида, уханьский нулевой штамм был опасен, в основном опасен для пожилых людей и для людей среднего возраста, то новая мутация не собирается щадить никого. В том числе и детей. Зоя Шаманская, кажется, убедилась в этом лично. Инфекцию в дом принёс муж, когда она была на восьмом месяце беременности. Старалась изолироваться, но не вышла и вскоре оказалась в реанимации. Чтобы спасти ребёнка, врачи провели роды раньше срока. Девочка появилась на свет недоношенная и с ковид-положительным анализом. Мать уверяет, знала бы заранее, отправила бы мужа прививаться. Да, я только за прививки вообще всех призываю, потому что в красной зоне настолько было тяжело смотреть на беременных женщин, которые реально умирали. Зое и новорождённой Ярославне повезло. И мать, и дочку уже переводят в обычную больницу с отрицательными анализами. Долечиваться. Но везёт не всем. В детском госпитале занято больше сотни коек. В эту волну всё поменялось. Дети тоже болеют тяжело. Находятся на искусственной вентиляции лёгких. И мы наблюдаем большой процент поражения лёгких. Многие родители, наивно полагая, что ковид для детей не опасен, принимают симптомы короны за простуду. И приезжают поздно, когда лёгкие превращаются в белые пятна на томографе. Здесь процентов около 60. Врачи отмечают, лёгкие у детей, как у организма растущего, восстанавливаются после обширных поражений, быстрее, чем у взрослых. Но это не отменяет того, что болеют они так же тяжело. Кроме того, возникла ещё одна опасность. Банальные инфекции, будь то кишечная инфекция, дизентерия, какие-то заболевания нервной системы инфекционные, протекают гораздо тяжелее на фоне перенесенной новой коронавирусной инфекции. А в некоторых случаях, говорят врачи, обширное поражение лёгких может навсегда подарить ребёнку астму или даже привести к умственной отсталости. Пока что детей не вакцинируют. Но российский центр имени Гамалеи по поручению Минздрава уже работает над вакциной для детей. В её основе будет спутник ВИ, но в меньшей дозировке. Несовершеннолетние выбирать сами не смогут, прививаться или нет. Взрослые же отвечают сами за себя. Возможность не доводить дело до реанимации есть у всех. Достаточно записаться на прививку в ближайшей поликлинике. Две недели назад Минздрав разрешил вакцинировать и беременных. Рассудили так. Риск от заражения выше, чем риск от прививки. Капитальный ремонт врачебной амбулатории проводят в селе Красный Яр. Здание 60-х годов постройки решили не сносить, а реконструировать. Сейчас меняют крышу, внутри ведут отделочные работы. Вот здесь вот будет у нас находиться стол. Так вот здесь вот будет коридор. С этой стороны у нас будет кушетка. Терапевт Майя Трофимова уже планирует расстановку мебели в своем будущем кабинете. В сельской амбулатории уже пятый год. Приехала в Красный Яр по программе «Земский доктор». Вспоминает, до ремонта работать было некомфортно. Всегда боялись из-за кровли, что там дождь и может зайдет документация. Старая проводка, сквозняки, теснота. Косметический ремонт этих проблем не решал. Амбулаторию построили еще в 1966-м, когда возводили и сам поселок. В этом году к вопросу подошли серьезно. От исторического здания остались кирпичная коробка до фундамент. Капитальный ремонт этого здания начали в мае. Снесли стены и сделали перепланировку. Теперь кабинеты стали больше. Например, здесь будет педиатрия, а дальше по коридору взрослое отделение. Стоматология, гинекология, собственная лаборатория. В здании заменили коммуникации, вставили пластиковые окна, а главное – починили крышу. Пока идет ремонт, врачи принимают пациентов в соседнем доме. Жители поселка открытие амбулатории очень ждут. Да, узнаем. Проходим, контролируем. С чего началось. Чем закончится, увидим. Районная поликлиника находится на Восхниле. Амбулатория в Красном Яру – ее филиал. Капитальный ремонт проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения региона. Она рассчитана до 2025 года. По ней же работают и с другими объектами. В Пашино мы полностью почти ремонтируем поликлиническое отделение, все три этажа. У нас в строительстве 23, реконструкция 4, новых объектов будет 16. То есть такая большая, почти на 6 миллиардов рублей в общей сложности с учетом всех вещей. По программе модернизации приобрели новый автомобиль для врачей Красного Яра. Капитальный ремонт обещают закончить в этом году. Один из главных принципов ранней диагностики раковых опухолей – это онконастороженность. Она предполагает, что пациент должен знать и своевременно распознавать сигналы онкологической опасности. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о вирусе папилломе человека. Много различных теорий появления онкологических заболеваний, но абсолютно точно у некоторых форм доказана вирусная природа. И вирус папиллома человека является тем источником появления злокачественных изобразований, который и имеет сегодня возможность профилактироваться. Он вызывает рак шейки матки, вызывает рак полового члена у мужчин. Но опасность или возможность превратить его у этого рака достаточно высокая. Одной из частых причин появления рака шейки матки является ранняя половая жизнь без контрацепции и другие факторы риска, связанные с частой сменой партнера. Поэтому сегодня одним из важнейших методов профилактики рака шейки матки является вакцинация. Мы много говорим о вакцинации, связанной с коронавирусом и с другими заболеваниями. Должны понимать, что человечество спаслось от многих серьезных болезней благодаря этому замечательному методу, который является вакцинацией. И профилактика рака шейки матки у девочек путем вакцинации в раннем возрасте до начала половой жизни является главным фактором предотвращения этого грозного заболевания. Да, эффект виден не сразу. Безусловно, идет накопление количества людей, которые вакцинировались, но даже первые данные говорят об эффективности этого метода. Поэтому, безусловно, ранняя вакцинация до начала половой жизни является возможностью предотвращения этого грозного заболевания. Причиной рака полового члена у мужчин является вирус папиллома человека. И, безусловно, здесь важнейшим методом является гигиена, которую мужчина должен обязательно соблюдать в своей лентимной личной жизни. Вакцинация от этого грозного заболевания проводится у девочек в подростковом возрасте, до начала половой жизни. И одним из главных методов профилактики является барьерная контрацепция. Очень важно для профилактики этих грозных заболеваний регулярное посещение гинеколога. Это и кольпоскопия, и просто осмотр гинеколога, и онкоцитология. Эти методы позволят выявлять заболевание на ранних стадиях и более эффективно его лечить. 1300 пациентов в шести районах области получили в этом году консультации специалистов Новосибирской областной больницы, не выезжая из родного райцентра. Всего за лето медицинский десант планирует посетить 13 населенных пунктов. Екатерина Стывко посмотрела, как трудятся специалисты передвижного медицинского модуля в Тогучени и выслушала врачей района, которые рассказали о сегодняшней работе и планах на будущее. Здание 60-х годов постройки. Оно уже не соответствует современным нормам Санпина. Помещения маленькие, нет вентиляции, а самое главное нет лифта. И поэтому пациентов приходится нести на носилках до операционной по этой лестнице. В хирургическом отделении два этажа. На первом приемный покой, на втором единственная операционная и палаты. В советское время этого хватало, говорят врачи Тогучинской больницы. Но сейчас нет. Ведь привозят больных из соседних районов и пострадавших в ДТП. Жители мечтают о большом лечебно-диагностическом центре. Обратились к депутатам. Наказ такой есть, и мы все силы приложим для того, чтобы он был реализован в текущем созыве. И чтобы, по крайней мере, документация была готова. И чтобы уже перспективы какие-то прорисовались. Строчка в бюджете строительства лечебно-диагностического центра есть. На территории больницы уже нашли место для будущей стройки. Через дорогу от него сегодня работают врачи областной больницы в передвижном модульном центре. Доктора весь день принимают пациентов. Николай Геннадьевич пришел к ревматологу. Говорит, обезболивающие таблетки уже практически не помогают. Ну, суставы, колени, локти, все на пальцах, суставы болят, все болят. Погода вообще ломит все это, все тело, все. В мобильной бригаде – кардиолог, невролог, ревматолог и уролог. Некоторым здесь и сейчас назначили лечение, а некоторые пройдут до обследования в районе. В этом районе есть все обследования, диагностика здесь хорошая. Но уже с результатами обследования они приедут к нам в областную поликлинику и мы будем дальше рекомендовать по тактике лечения. В Тагучине бригада работает уже третий день. Обследования прошли больше сотни пациентов. Консультативно-диагностический модуль выезжает в разные районы области каждое лето. Конечно же, есть потребности в центральных районных больницах. Почему? Отпускной период. Не секрет. Ковидное время. Кто-то из докторов болеет, медицинских сестер болеет. Поэтому вот такое подспорье, оно, ну это реальная помощь. В состав мобильной бригады входят те специалисты, в которых остро нуждается район. Заявки формирует главный врач ЦРБ. Это очень удобно для наших пациентов. Во-первых, время, физические затраты. Для, собственно говоря, наших коллег тоже приемлемо, потому что наши больные не едут и не создают очередь. В этом году было уже 9 выездов в 6 районов области. Консультативно-диагностическую помощь получили 400 детей и 900 взрослых пациентов. В ближайшее время специалисты передвижного модульного центра планируют еще 4 командировки. Бардынская, Черепаново, Искитим и Колывань. Требуется педагог-организатор в детскую больницу. Такое объявление появилось на сайте по поиску работы. Откликнулись 20 человек. Несколько из них начали трудиться на Красном проспекте 3, а затем и в другом филиале клиники. У нас будет картина про медведя, который очень хотел рассказать историю. Правда? Сейчас мы пока рисуем травку, по которой медведь ходил. Лес. Пятилетняя Сима любит рисовать животных. Уже договорилась, что в следующий раз, когда придут педагоги, на альбомных листах появятся лиса, волк и заяц. В больнице девочка лежит 3 недели. В коллекции уже стопка рисунков. Соседку по палате Веронику госпитализировали 3 дня назад. Какие у тебя дома? Кот, мальчик и девочка? Или два мальчика? Нет, два мальчика. Как их зовут? Рыжики Песни. Общение с педагогами положительно оценивают и Вероника, и ее папа. Ой, очень весело. Смотрите, они за день нарисовали такую красоту. Отвлекают, конечно. Ну что, мы 3 дня лежим, а дети по 3 недели, по месяцу. Без них очень никуда. И сказки почитают, и попоют они, и порисуют. Великолепно. Для взрослых это тоже большое, прям такое солнышко в таком буднике. На объявление о поиске педагогов-организаторов в детские больницы откликнулись 20 человек. Некоторые уже трудились в качестве волонтеров и больничных клоунов. Был у нас такой замечательный прецедент, когда сама медсестра попросила педагога сопровождать ребенка на манипуляции. Ему нужно было дышать ингалятором. И педагог просто в то время, пока 4-летний малыш, сложно высидеть 20 минут процедуры. Она разрисовывала ему руки, он спокойно принимал то, что с ним происходит. Читают книги, рисуют, беседуют о жизни, показывают кукольные представления. Какой будет встреча, становится понятно в каждой конкретной палате. Педагоги объясняют, исходят из потребностей детей и своего ресурса. Порой бывает, что ресурс остается, и мы идем еще и в другое отделение, и в третье отделение. А иногда бывает одно отделение, и все. И мы понимаем, здесь нужно сознание включить, где становиться, чтобы сберечься. Чтобы не сгореть раньше, чтобы остались силы, ресурсы. Дойти до дома хотя бы, принять душу, отдохнуть. Елена Платова не один год ходила в палаты к детям, как больничный клоун. Сейчас осваивает новые направления. Проект «Создаем среду» реализует при поддержке фонда президентских грантов. Конвенция о правах ребенка, статья 31. Ребенок имеет право на досуг и отдых. В Конституции это право также закреплено. Есть еще национальный проект «Здоровье», наверное, если знать. Есть региональный проект «Детское здоровье». И в этом проекте, черно-побело написано, что 95% поликлиник должны оборудовать игровыми комнатами. Я всегда хотела сделать что-то очень доброе. И так получилось, что пространство создало такое вот, что меня взяли вот сюда. И я решила, что вот работа с детьми – это полезно, интересно и несет такую вот доброту в этот мир. И поначалу, наверное, было сложно обидеть детишек, которые с какими-то очень тяжелыми заболеваниями. И аж сердце разрывалось, когда ты видишь, что вот ребенок лежит, например, по несколько месяцев, особенно в травме. Что у них там что-то было такое, что таз у девочки 14 лет сломан, она с этой повязкой лежала уже. Ну и иногда первое время аж плакать хотелось. Все будет хорошо. Главное им принести этот заряд бодрости, чтобы они подпитались, как батарейка от меня. А сами там в вечер пойти? Сама? Ну, я вот недавно замуж вышла. Поэтому у меня очень много сил и энергии, как бы. Новая жизнь, новая семья. Работа идет пятый месяц. Есть педагог-организатор в Первой детской и Навертковской. Несколько специалистов трудятся в детской больнице скорой помощи. Врачи рассказывают, дружба с ОНО больничный клоун и нос многолетняя. На Красном проспекте 3 недавно завершили роспись стен в приемном покое и травмпункте. У инициативной команды идей с избытком. Отзывы только положительные, но это плохо и быть не может. Заняты дети, заняты родители. Состояние психологическое на самом деле в больнице не очень-то и хорошее бывает. Поэтому такие специалисты всегда приходят на помощь врачам. Сестрам и результат очень хороший. Отчитываются. Обработали 50 анкет. В 48 из них родители сказали, что после посещения педагогов-организаторов состояние ребенка стало лучше. Вот и нашей съемочной группе маленькие пациенты взахлеб рассказывают о своих успехах. И мышонок, и крот, и лягушка, и уточка слушают его историю. И дерево здесь с травкой. Спасибо вам. Очень было весело и пикойно. Что требуется от медицины? Совсем немного правильной диагностики и хорошего лечения, говорил ученый, автор новаторских методик в кардиологии и тракальной хирургии Николай Амосов. Будьте здоровы и до встречи через неделю.